ну что всем привет у нас опять сегодня лекция по разработке приложений подлинных не знаю насколько это правильно или нет и я обещал вам всем рассказать про многофайловая сборка фактически это рассказ про то на чем мы закончили в прошлый раз я очень-очень бегом упомянул о мэйке она входила в домашнее задание всем здравствуйте еще раз да она входила в домашнее задание потому что я хотел чтобы мы с вами потыкали в мэйк в мэйк файл еще до того как принципиально с ним разобрались потому что ну специфика да вот табуляции странные я кстати обнаружил как можно писать мои файлы без табуляции просто неудобно вот вот это все прежде чем приступить самому мэйку я бы сказал что мы немножко по говорим о том как нам немножко поговорим о том потому что это разговор вечный и очень долгий а как нам слегка обустроить наше командное окружение значит если мы помимо прочего в наших разговорах обсуждаем и смотрим как пользоваться командной строкой в качестве полноценного окружения для разработки ну полноценного по мере так сказать возможности да ну понятное дело что это не только командная строка как мы знаем из прошлой лекции еще и все пространство экрана да и библиотека курс нам в руки понятное дело что есть определенное количество текстовых редакторов неравных страшному на на которую можно пользоваться реально для работы исключительно в терминале вот и вообще цикла редактирования и запуска вполне себе нормальный мы будем говорить про отладку там до следующей лекции через одну вот ну в общем все эти инструменты нам будут доступны они уже доступны на самом деле я бы хотел при этом рассказать про то как нам настраивать окружение чтобы в нем был удобнее работать вот ну первое что меня всегда всегда бесило в раскраске по умолчанию это какие-то странненькие цвета вот ну в частности как видите синенький цвет в моем случае выглядит ужасно вот еще мне всегда смущало обилие красного ну в общем я как ни странно от этого очень страдаю я понимаю что я возможно не вне репрезентативен но и тем не менее дело в том что все это как известно вообще все в линуксе настраиваем и можно годами этим заниматься и только этим заниматься больше ничем ну правда это слегка бесплатно получится но это важно когда вы хотите сделать что-то вот давайте проверим для сравнения как выглядит лс в моем случае вот ну вот начнем немножко с перекраски значит да за перекраску отвечает ну даже не вот этот файл дир колорс а переменная лс колорс которая выглядит вот так тут сразу скажу что здесь мы сосредотачиваемся исключительно на линуксе потому что по двум причинам причин первое вот это лс колорс переменную окружению и скорость умеет читать только утилита лс который входит в состав гну файл утилус кажется файл утилус кори утилус естественно гну кори утилус вот скажем в операционных системах семейства бизди там тоже есть лс который тоже умеет цветную выдачу и он совершенно по-другому управляется там совсем по-другому а во вторых и пожалуй в главных вот эта вот штука и это цвета в формате escape последовательности вот помните мы в прошлом раз об этом говорили фактически это вот такой вот вот такой вот такая вот нотация приводит к тому что у вас при выдачный экран соответствующего соответствующего кусочка строки ну в данном случае вот допустим .гз будет выдан на экран escape . запятой 30 escape escape квадратная скобка 37 . просто м до или там мкв 1 30 escape квадратная скобка 0 1 . запятой 35 м то есть будет вызвана escape последовательность при приказке если вы пользуетесь терминалом который даже имеет цвета но там перекрашивание происходит с другим способом вся вот эта хрень работать не будет спасибо линуксоидом которые решили что на свете есть единственный способ раскраски текста escape последовательности он совпадает ансиль с экстермом ну в общем с большинством эмуляторов терминалов которые поддерживаются в линус а в остальных не совпадает вот тем не менее я так понимаю что можно на это забить потому что если мы работаем с линуксом вряд ли будем работать в системе в которой есть терминал вот который принципиально иные ски последовательности обрабатывают там еще каких-нибудь 20 лет назад их было очень много сейчас я думаю что не вот это это переменная как видите очень большая ее так просто не прочтешь поэтому для того чтобы формировать существует файл утилита дир колорс и файл дир колорс который утилита значит читает из файл дир колорс настройки смотрит в тип терминала обратите внимание если тип терминала переменная терм совпадает с одним из описанных здесь только в этом случае формируются переменные дир колорс и дальше она начинает что-то делать то есть идея состоит в том что если тип терминала будет не 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 из этого множества то у вас переменные лес колорс просто не сформируется ну и соответственно что страшного не будет давайте посмотрим как это происходит давайте мы сначала скопируем файл вот этот у нас туда на юных спорок вот понятное дело что он а вон сразу сразу и подцепился сейчас посмотрим как это происходит это не так просто почему вдруг она от наличия файла . дир колорс у нас появилась переменная лос колорс в окружении внезапно а я скажу от чего почти наверняка при старте вашего шелла у меня шелл если не ошибаюсь это шелл ну-ка да при старте вашего шелла выполняются некоторые стартовые сценарии в случае баша это баш профайл который запускает баш рц еще по вот в случае за шелл таких сценарий чуть ли не 5 злогин за профайл за шелл рц и в числе прочего тут ничего нету а тут вот есть и тут где-нибудь должен быть дир колорс нет нет нету а где есть сейчас стойте что нету да ладно вам непонятно кто-то должен переменную выставлять извините не поглядел так мы хорошо сейчас найдем это 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 важно посмотрим какому пакету на курию тусом принадлежит дир колорс тогда может быть где-то автоматом делается слушайте ну ладно курю тус просто большими да а вот они вот они вот они gtc профайл d вот этот файл вот вот вам кусочек написанный на шелле в котором написано что если у нас есть файл дир колорс или дир колорс или просто дир колорс или дир колорс . тип терминала чтобы привязать к конкретному типу терминала то внезапно запускается утилита дир колорс где она тут вот она которая читает вот этот файл под названием . вот этот самый файл . дир колорс ну например вот этот и генерирует на его основании команды по настройке вот этого самого окружения фактически когда мы стартуем shell в числе прочего выполняются все стартовые сценарии например вот этот вот ну и в его там значит в него входят запад дел колорс и и вал то есть вот эти команды которые дир колорс сгенерировал они потом выполняются вот это вот с помощью его как видите я зря наезжал на 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 линуксоидов все-таки это авторы авторы дир колорс вообще этой схемы они не линуксоиды они просто хакеры вот и вы можете привязать к любому типу терминала вардер колорс ну вот если у вас терминал реально раскрашивать в другие цвета и другие миски последствия это естественно ну для нас важно что для нас важно что теперь у нас теперь у нас цвета более приличные по крайней мере для меня такая же фигня от нас относится к ману у меня ман хорошо хорошо выглядит потому что у меня терминал подчеркивание жирная раскрашивать но в принципе можно его тоже перекрасить для этого нужно переопределить как показывает как показывают разные виды шрифта утилита лес вот боюсь соврать сейчас лес флаг называется просто лес понятно я хочу в доме лес ну вот видите это еще более страшная ужасная значит штука которая даже не является командной строкой это строка на некотором птичьем языке которая описывает как поведение различных команд лес я даже не буду в этого даваться просто если хотите можете это поизучать но можете поизучать еще вот что можете поизучать если вы пользуется альпинусом или скажем что вы будете такая тоже штука есть сейчас скажу что поизучать поизучать пакет который называется color prompt and man вот значит у этого пакета один единственный shell скрипт который обращаю ваше внимание складывается в каталог bash rc.d то есть он перекрашивает только bash выглядит он вполне себе ужасно по линуксоидному потому что здесь явно выводится из кейп последовательности для того чтобы перекрашивать вот вывод явные для данного терминала никакой привязки к терминалу и самое жуткое что это выглядит вот так а ну это я здесь так не сделаю да давайте мы bash запустим вот так выглядит раскраска баша в традиционном ворвиглазном стиле вот так выглядит раскраска мана тоже в традиционном ворвиглазном стиле в общем я рекомендую этот файл изучить вот заодно можно почитать документацию по возобновить в голове документацию там по термкапу по 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 вот этому всему по экстерму но пользоваться им непосредственно у меня получается плохо видимо ну в общем мне не нравятся эти цвета вот тем более что экстерм как вы помните умеет выводить 256 разных цветов и мы можете тут сильно по-разному наизвращаться но для того чтобы поглядеть как это делается вот пожалуйста да ps1 у нас переопределяется ps2 переопределяется вот такие дела слава богу jet shell на это не реагирует если я кому-то испортил а жизнь поставив этот пакет на сервер практикума и вас теперь подсказка тоже разноцветная страдайте или перекрашиваете напоминаю что не так уж это и сложно абсолютно такая же фигня с цветовыми схемами кстати нет я не страдаю слава богу цветовыми схемами редакторы vim вообще с редактором vim я уже говорил что требуется прям отдельная большая лекция если мы успеем потому что она реально одна прям целая и может быть имеет смысл не делать лекцию разобраться с ним самому но в частности в частности у нас редактор vim давайте откроем какой-нибудь файл мы можем быть не согласны с той схемой раскраски которая которая по умолчанию включена в принципе она ничего себе так на самом-то деле вот но есть некоторые вещи которые меня лично раздражают разные их в общем изрядное количество я расскажу только про некоторые вещи которые действительно имеет смысл обратить внимание но опять же vim он бесконечный так что вот просто какие-то вот демонстрации того что это в принципе не сложно все что я делал ну во первых мы можем попробовать выбрать другую колор схему да вот например какой десерт в смысле desert пустыня а это как раз по умолчанию кошмар ну вы меня поняли нет 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 вот обычно desert выбирают потому что он такой более-менее нейтральный обратите внимание вот на эту настройку это как раз то почему раскраска по умолчанию выглядит жуткой в моем терминале потому что у меня по умолчанию темный темный фон и вот эта настройка одно и то же колор схемы да таким устроена таким образом чтобы ну вы поняли да устроена таким образом чтобы если вы ща ща покажу о чтобы нас на светлом фоне это по крайней мере читалось вот вот ну значит колор схему выбрать еще что то какие то еще настройки все эти настройки можно сложить в файл .vmrc ну например колор схема все с этого момента у нас по умолчанию включается колор схема desert или что еще такое мне мне обычно нравится нумерация я привык вот так работать я забыл как полностью ща мумбер я знаю потому что у меня терминал зеленый понятное дело что зеленый по зеленому считается плохо предположительно ни у кого зеленого терминала не будет в последние там 20 лет 30 мумбер мумбер это то что это то что раскрашивает номера строчек придает что еще мне интересно мне очень раздражает почему то вот эта штука она называется highlight search и я ее обычно выключаю вот она не будет мне показывать подсвечивать все варианты найдено шаблона вот так но это в общем может быть хорошо неплохо потому что добавляет пестроты если там случайно сделать вот так вот то ну вы поняли поэтому я на highlight search не люблю вот есть еще одно важная штука такая это backup файлы смотрите помните мы с ними боролись вот они тильда файлы для того чтобы эти тильда файлы не залипали в том же каталоге где с которым вы работаете и не приходилось их каждый раз удалять так можно настроить вим ну чтобы он хранил эти бэкапы в другом месте ну например у нас давайте создадим каталог какой-нибудь tmp для временных файлов вот и настроим backup файл сейчас только посмотрю это точно backup dir по-моему да если мы настроим backup dir dir tmp достаточно ли этого сейчас надо поглядеть давайте подгляжу погляжу в моем в моих настройках да backup dir все так вот если мы настроим backup dir то внезапно это блин вот эти все файлы перестанут залипать в текущем каталоге смотрите вот я редактирую наш vmrc вот чё а он говорит невозможно добавить сделанный файл что-то я делал не так ну ладно а тут кавычка вот так надо написать давайте еще раз о обратите внимание что на то что нет у нас резервного файла больше стиль а лежит он в tmp вот 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 он вот он с этих пор после того как я настроил backup dir все backup файлы будут сохраняться не в каталоге с исходным файлом а в каталоге с вот backup dir про весь vm не буду рассказывать ну или так если вот мы там можем договориться в чатике я прям целую лекцию строю большую пока что расскажу про то что вот а про свою схему ну я могу ее показать на самом деле цветовую схему то как раз можно показать вот эта опция очень сильно улучшает жизнь с одной стороны у вас есть бэкапы с другой стороны эти бэкапы лежат все в одном каталоге а не замусорит каталог в котором лежат исходные файлы недостаток если вы зашли два раза и редактируете один и тот же файл нет и редактируете два файла с одинаковыми именами у них будут одинаковые бэкапы то есть этот бэкап dir он не универсальный там нету нормально организованного пространства имен но с другой стороны ну это бы редкость и как бы каждый сам себя злобным против а да еще одна совершенно офигительная фича которую я открыл несколько лет назад то есть относительно недавно это штука которая называется андудир вот что такое андудир андудир это место куда мы складываем сейчас давайте еще вот место куда мы складываем так называемый анду файл значит в принципе вы знаете что редактор в классические может и не знаете имеют ровно один уровень анду то есть вы сделали команду вам не понравилось нажали анду у а реактор им имеет бесконечный уровень анду вы можете сколько угодно файл редактировать а потом сколько угодно отменить эти самые редактирования давайте вот ну давайте что-нибудь придумаем дата ой тут я понимаю что я все сделал не так да то есть еще раз я могу сделать да да я могу написать какую-то ерунду вот я могу еще что-то сделать я могу там не знаю здесь что-то прочесть ну хорошо вот там ну в общем короче меня поняли да там вот так сделать например а потому что теперь у нас будет так называемый анду файл и он будет сохраняться между сеансами редактирования то есть мы можем сделать вот так вот потом вот так вот потом все это записать внимание потом начать заново это редактировать и у нас появится анду от предыдущего сеанса вот это это очень удобно потому что ну как бы вы всегда можете вся история сохранить такой гид для очень бедных вся история изменений у вас сохранена единственное неудобство стоит в том что я например имею привычку на редактировать а потом говорить не не надо все назад и нажимать у до тех пор пока не не вернусь к тому моменту когда я открыл файл ну вот а теперь я вернусь к тому моменту когда я начал редактировать этот файл такие дела кажется правим я тоже рассказал все что хотел вот значит в принципе ну какие еще может быть еще еще и шел опять-таки может быть имеет смысл поговорить про настройку шелла но это прям долгая долгая-долгая тема вот кто-то просил цветовую схему давайте цветовую схему значит цветовая схема давайте создадим здесь каталог .вим вот даже .вим course и скажем scp минус r нет не бизнес и от .вим вот так о и теперь мы можем сказать вим .вим rc здесь поменять на george потому что у нас теперь есть вот 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 стала схема которую я слегка похакал после какого-то человека по имени стивен вертиган и вот 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 это комментарии а это вот настройки вот дальше я уже видимо не буду объяснять просто понимаете что значит это все зависит еще от того как интерпретируется текст вот помимо этого должна быть еще привязка цветов ну в общем вот но тем не менее вот цветовая схема все последнее что я хотел рассказать а то мы уже полчаса беседуем на такую короткую тему это что шелл надо тоже настраивать в вашем шелле есть несколько полезных файлов один из них называется bash rc вот в bash rc можно добавить все что хотите .bash rc например правильную подсказку вот эту цветную я не стану это делать или например алиасы alias l равняется ls минус fax alias v это просто мои любимые алиасы равняется ls минус ls минус fads и s fads и s l вот только не нужно fads и l минус l вот так вот алиас rc равняется vim еще можно алиас pd равняется pushdir это это вот то что я обычно пользуюсь чтобы значит вы не думали что это какие-то команды которые у меня есть а у вас нету alias pp б равняется у а то а то то Так, поскольку этот файл выполняется при входе в систему, вся вот эта фигня будет выполняться, ну давайте еще тут вставим, если уж, да, чтобы было понятно, я хелло, не хелло, не хелло, а просто хелло. Так, только здесь надо поставить вот так вот. Да, вот, вот мы заходим. О, зашли. Так, только минус V надо убрать. Да, конечно, есть, просто вы должны другую команду это делать. Почитайте, все возможно. Во-первых, есть командочка GY, которая, собственно, этим занимается. Во-вторых, стандартный буфер обмена это просто звездочка. Правда, почитайте, есть ответ на этот вопрос. Стандартный буфер обмена X-ов, это просто он называется звездочка, копируйте в него. Ну, хорошо, значит, что мы сделали? Мы отредактировали, ой. Что тут произошло? А, мы отредактировали BASHRC. Хе-хе, но не отредактировали ZHRC, то есть это если мы, если мы запустим BASH, то у нас будет вот такая фигня, но у меня-то ZSHL, но хорошо. Это был BASHRC, а не то, что вы подумали. Так, ну ладно, значит, мне кажется, что нам пора заканчивать, на эту тему распространяться. Короче говоря, если вас заинтересует эта тема, можно просто будет как-нибудь устроить отдельное занятие более глубокое, да? Вот, зато с этих, с сегодняшнего дня я беру на себя, как это сказать, наглость, в случае, если мне что-то неудобно, при демонстрации, там, основной нашей темы разработки. Если мне что-то неудобно, подправлять. Все наоборот, я написал, я нажал Ctrl D, а он написал выход. Это не я написал слово выход. Я нажал Ctrl D, вы помните, что такое Ctrl D? Ctrl D в Linux это конец файла. Ну, точнее, не так. Это управляющая последовательность терминальной линии, которая управляет операционной системой, которая говорит о том, что конец файла случился. Давайте все-таки теперь перейдем к понятию многофайлового проекта. А, велосипедный парк, ну это такой термин. Каждый за свою жизнь должен дописать несколько велосипедов, сложить их в каталог BIN домашнего каталога и там ими пользоваться. Я, возможно, тоже такое буду делать. Вот у меня пока ни одного нет, но, возможно, я такое сделаю в какой-то момент. Ладно, все, проехали. Давайте все-таки вернемся к основной теме. Итак, многофайловая сборка. Сначала немножко бла-бла. Зачем вообще может понадобиться сборка из множества файлов? Первое и главное. Если вы занимаетесь разработкой и у вас проект из, не знаю, 50 тысяч строк кода на сей, а может быть не на сей, то, разумеется, компиляция 50 тысяч строк кода это очень долгая операция. Про библиотеки расскажу. Очень долгая операция. И главная идея разбиения исходного кода на файлы состоит в том, что когда вы отредактировали один кусочек кода, этот кусочек кода лежит в файле одном, и только этот файл надо перекомпилировать. Ну, давайте, давайте что-нибудь, какой-нибудь примерчик прям я приведу. Вот. Кстати, pd можно было сказать. Вот, значит, примерчик, ну, не знаю, там. У нас есть прок.си, наш прекрасный. И давайте мы сделаем второй файл под названием fun.si, где опишем функцию. Ой, блин, питон. Вводит fun от char звездочка стр. Давайте сделаем include. Да. Принт. Вот. И вместо этой штуки сделаем здесь так вот. Fun. Что там? Hello World. Мне кажется, сейчас компиляция не зайдет по-человечески. Cc. Rock. Fun. Да, обратите внимание, что мы в файле, то есть, все еще интереснее. Обратите внимание на то, что это warning. Мы, который говорит, что вообще-то ваш функции fun не описаны. Она не описана. Фиг знает, какой у нее параметр. Вот. Ну, если вы так хотите, ну, пускай будет. Кстати, заработает. Заработает. То есть, язык программирования C очень-очень добренький. И он сказал, ну, слушайте, ну, мы по умолчанию тут опишем вашу функцию, как функцию с параметром int. А то, что я туда передал вместо int указатель на строку, ну, в смысле указатель, ну, и ладно, у них же адресный размер одинаковый, и так сойдет. Ну, конечно, это плохая идея, и мы, по идее, должны были описать эту функцию вот здесь. Void. Fun. Вот. Чар звездочка. Да? Только не здесь, а вот здесь. Вот. И тогда все бы хорошо стало. Да? Так. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Ну-ка еще разок. Прекрасно. Но сейчас мы просто компилируем два файла одновременно. Хотелось бы, конечно, сделать не так. Хотелось бы сказать так. cc минус, минус, дай бог память-то, забыл, минус c. Да. И то же самое сказать с файлом fun. fun.c минус c минус c fun.po. fun.po. Вот это два объектных файла, про которые мы знаем, что в них содержится скомпилированный исполняемый код уже до машинного языка, но никакие внешние функции, которые нам предоставляет, скажем, исполняющая система C, например, printf, в них не определены. Давайте посмотрим. Вот видите, функция fun определена, функции printf нет. А здесь наоборот, функция main определена, функции fun нет. И только когда мы все это скомпонуем вместе, все встанет на свои места. Кстати, обратите внимание, что я это уже показывал на одной из лекций, хочу повторить, что команда компоновки, она делается вообще не компилятором, она делается инструментом, который называется ld. О, кстати, надо еще раскрасить, раскрасить гребжи. О, точно, я забыл. Что, нету слова ld? А что, есть? А, да, нет, оно не линкер, оно ld называется. Сейчас я найду его, просто я знаю, в чем дело. Дело вот в этом, что он вывел на стандартную льду ошибок. Надо вот так вот сделать, и вот теперь вот греблд. Тоже, кстати, нет, он называется collect2. Слушай, слово линкер, я не уверен, что есть. Нет, слово линкер нет. Есть слово collect2, которое, по всей видимости, выполняет роль этого самого ld. И этот collect2 его вызовет. Ну да, да, да. Если у вас спора терминов, дорогое сокращение, называется он компоновщик. Давайте уж на этом согласимся, верно? На самом деле, да. А, ну, нет, все-таки я буду, я буду, я буду зануден, и все-таки вы, найду, как запускается ld, в конце концов. Ща. Это у нас тема будущего нашего занятия, которая отладка, но не грех ее и прононсировать. О! Дышь, стресс не стоит. Ща поставим. Оно в стендере пишет, я уже показал это. Смотрите. Вот, видимо, я слишком быстро это показал. Обратите внимание, что... Что если я напишу вот так вот, то все вылезет на экран. А если я напишу вот так вот, то ничего не вылезет на экран. Что это означает? Это означает, что вся диагностика шла в СТДР. Поэтому, да, или редактор связи, совершенно справедливо, ровно так. Да, да, так вот, я поискал слово ld, выяснил, что нет. Что этим занимается коллег-2. И поставлю сейчас стресс на эту машинку. И мы все-таки убедимся, что компоновка происходит именно так, как происходит. Так. Стресс, чтобы посмотреть только экзек, чтобы отслеживать форки, чтобы размер ввода-вывода не меньше килобайта, верболус, и дальше, дальше, что мы стрессим. Дэдэч. Смотрим. Вот он. Вот запуск ld. Как видите, этот запуск ld происходит с вот таким количеством параметров. То есть, в принципе, редактор связи, он же компоновщик, он же линкер, он, конечно, запускается. Но он запускается с всевозможными дополнительными настройками, которые нам приносит исполняющая система C, для того, чтобы не просто слинковать программу, а слинковать программу, которая написана на C и скомпилирована GCC. Обратите внимание, библиотека libgcc, библиотека libc, всякие параметры, несколько объектных файлов по работе с терминалом. Вот это финальный, это, по-моему, стартовый. Нет, стартовый будет дальше, еще какой-то. В общем, еще один, еще один. В общем, много интересного. Еще один стартовый как раз. Все вот эти объектные файлы, а еще, это, собственно, сам компоновщик. Все эти объектные файлы складываются в одну программу, и тогда она получается, собственно, такой. Такие дела. То есть, вот минус V можно убрать. То есть, когда мы говорим вот такую простую вещь, в действительности происходит довольно хитрый поиск, настройка того, с какими именно кусочками, исполняющие систему IC, нужно скомпоновать, слинковать нашу программу, получается наша программа. Если мы скажем вот так вот, кстати, А, еще, елки-палки. Да ладно тебе. А, гипси. Да, гипси-дюэст стать. А почему-то не хотел ее устанавливать. Во. Про статические биотеки, видимо, тоже придется сегодня рассказать. Значит, так вот, если мы скажем вот так вот, то этот прок будет внезапно очень большой. Смотрите. Такой прям на 5 с копейками мегабайт. Да. 5,3. Вот. И в нем будет дофига разных имен. Смотрите. Мы всего этого не писали. Ну, не писали мы этого всего. Откуда это все приехало? Из вот тех самых внешних библиотек, из липси, из, значит, CRT, и вот из тех самых мест. Есть ли там вообще наша функция? Вот она, есть, слава богу. Такие дела. Обратите внимание на ключ static, который означает, что мы функции, нужные нам из всех библиотек, соберем в одну кучу и засунем их в программу прок. Вот. Без ключа static. У нас, давайте, d. Обратите внимание, что прок занимает 5 мегабайтов, а прок точка d занимает 24 килобайта. И в эти 24 килобайта входит наш исходный код, ну, в смысле, скомпилированный код из всех CRT файлов, которые мы подключили, еще и, возможно, какая-то отладочная информация, хотя, может быть, и нет. Давайте попробуем ему сказать еще минус g и посмотрим разницу. Да, и, возможно, какая-то отладочная информация. Отладочная информация. Вот. Тут уже вопрос хитрее. Наша программа, которая прок, она не динамическая, то есть у него все библиотеки, все, все, это просто исполняемый файл, загружаемый в память. У него все... Да, да, например, так. Чтобы запускалась на всех машинах, даже где нет библиотек. Наша программа prog.d скомпонована динамически, обратите внимание, и ей для работы требуется загрузчик, конкретно загрузчик файлов типа файлов типа elef, вот этот динамик лиден, а этот обычный. Вот. И, собственно, libc, исполняющаяся системой c, которая в данном случае не вкомпилирована внутрь файла, и поэтому он такой маленький, а лежит отдельно, показано где. То есть операционная система при запуске динамического исполняемого файла, динамического исполняемого файла становится как бы чуть более хитрой в смысле загрузки. Подгрузка библиотек теперь на вашу операционную систему. Это теперь ее ответственность. Значит, мы, возможно, поговорим на эту тему еще, но прежде чем поговорить на тему еще, все-таки возьмемся за мейн, потому что пора. Вот что, давайте мы, я немножко поговорю про мейк, так сказать, в его идеологической части, потом прямо на пальцах набросаю какие-то основные свойства, которые мы будем использовать, а вот прямо учебник по мейк, я лучше вас кну в нужное место, где можно почитать. Есть короткий учебник по очень старому мейку и длинный по очень новому. Значит, про то, что можно компилировать по очереди, мы теперь уже догадываемся, потому что, понятное дело, что если мы, например, изменили наш файл font.c, да, ну, изменили, да, поправили здесь, да, вот, вот здесь, то мы можем вполне сделать как? Мы можем скомпилировать вот этот font и скомпоновать нашу программу, даже не перекомпилируя прок.c. Ну, теперь представим себе, что у нас несколько десятков тысяч кода, вот, и мы исправляем один файл, а компонуем из них все. Вот компоновка уменьшить достаточно сложно, потому что, ну, все равно надо все это складывать в одну кучу, вот, да. Но компоновка операции гораздо более быстрая, в ней нету, ну, не совсем, там есть еще оптимизация, она долгая, но, и тем не менее, компоновка операции достаточно быстрая по сравнению с компиляцией. Ну, понятно, зачем еще нужно, нужно многофайловые, многофайловые проекты, это, если у нас много кода, его удобно делить на части, чтобы все это в одном файле не лежало, вот, в языке программирования C, это еще и отдельное пространство имен. Я не буду сейчас приводить пример, потому что я слишком заболтался, вот, расскажу на пальцах, смотрите, у вас есть локальные и глобальные переменные внутри каждого файла на C. Нет, давайте я даже приведу этот пример, просто, чтобы было понятно. вот, у вас есть локальные и глобальные переменные в каждом файле на C. Вы можете написать что-то типа int, это фунт, да, int, вот, здесь написать extern int, и здесь написать что-то типа n равняется 5, а тут вот написать вот так, да, нет, предполагается, что C вы знаете, ребят, хотя бы, хотя бы настолько, чтобы решить предыдущее домашнее задание, вот, курс по C, это отдельная тема, целый семестр, ну, как обычно. Вот, смотрите, да, значит, что при этом, что при этом происходит, давайте еще вот так сделаем, а еще static int m равняется 1, да, вот, в данном случае у нас есть глобальная переменная n, давайте мы еще вот так напишем, k, вот, и глобальная переменная k, глобальная переменная n мы можем воспользоваться в соседнем файле, и тогда это будет одно большое глобальное имя на все, на всю нашу будущую программу, глобальная переменная k мы решили не пользоваться в соседнем файле, а переменная m мы вообще не можем пользоваться, она глобальная, но она глобальная в рамках, в рамках одного файла, отсюда мы переменную m не увидим вообще давайте в этом убедимся как-то там убедиться во первых убедился что она работает нам надо бы их файл было писать уже то что забал задолбаешься хорошо напишем в файл да значит мы в мэйк файле мы сделаем что давайте напишем простой че сделан не так нет нормальный дфлакс считать еще сделано уклин ну вот понятно там там просто эти самые объектники были были более позднее вот смотрите вот значит давайте посмотрим у нас что у нас тут прок . есть прок . да нм прок . нм фун . вот смотрите в проге у нас используется имя n который нету и оно возьмется отсюда в проге используется имя фуни у нас есть имя м и на имя к глобальный а вот имя м она локальная то есть вам сейчас посмотрим то есть она содержится в таблице имен но с точки зрения си воспользоваться вот этим статик глобальный статик перемен и мы не можем поэтому она тут по-другому помечен видите вот такие дела то есть точки зрения с точки зрения сей многофайловая к проекту он еще и нужен для того чтобы структурировать ваш код синтаксически значит я сейчас воспользоваться сразу несколькими фичами мэйка и редактора во первых я воспользовался фичи редактора вим который говорит что если вы говорите двоеточие мэйк то он запускает такую штуку который называется сет который называется мэйк программ мэйк прг но она и есть мы но мало того что она это делает он парсит вывод на предмет ошибок смотрите о обратите внимание вот сюда вим распарсил вывод при работе утилиты мэйк собственно распрасил вывод компилятора и сказал ребята тут у вас ворнинг у вас три аж ворнинг а вы не три два ворнинга значит но в шестой строчке ворнинг у вас о том что у вас return выводит функции а в четвертой строчке у вас ноут о том что эта функция вот здесь описано как войд имейте это вот это первая фишка которая воспользовался а вторая фишка которая воспользовался и это тем что на самом деле я не описал как делать файл прок .ой с файл прок .си я бы конечно мог написать вот так смотрите я мог написать что-то типа прок . прок .си и здесь сси прок .си минус о прок .о минус сси да минус сси минус сси минус о господи прости минус сси минус о господи прости к а м и и н да и вот но это в общем не так интересно потому что у нас есть ща у нас есть очень много правил по умолчанию в которых вот они в которых написано как файл одного типа получаются из файлов другого типа давайте посмотрим вот файл из . си получается . вот таким образом запускается нечто под названием компайл . си ему передаются а вот опшен а вот это что а вот это мы сейчас посмотрим значит давайте мы давайте мы немножко подумаем насколько вот такое правило удобно это правило удобно если мы хотим получить какой-то совершенно уникальный файл рецепт для которого не существует ну например да а здесь написать рецепт эхо здесь написать что он он это про перед здесь тоже добавить среду вот значит все хорошо но есть одна проблема собственно нет не так все хорошо да теперь мы можем сказать мои кредо и будет все круто мы их видны пожалуйста вот он тут лежит вот вот он тут не как получать файлы из есть у нас таких файлов на наноси очень много можно хорошо бы задать правило по умолчанию не правило который говорит файл файл прок делается по поиск файл брак . си а файл фан ойс файл фан фан . си а написать что-то такого типа . процент . си о делается из процент . си путем ну давайте сначала так cc а вот здесь непонятно что писать и и для этого нам на помощь приходят переменные майка ну сейчас мы их используем вот и это будет означать доллар меньше это все входные файлы указаны здесь а здесь а минус по доллар таргет как мишенька это выходной файл вот давайте что ли вот уберем ld флаг и минус минус цель сюда минус цель вот и здесь еще что такое догадать давайте добавим какой-нибудь флаг который чтобы было ясно что у нас запускается именно эта строчка не правило по умолчанию ну не знаю там fp просто чтобы был какой-то флаг минус волку минус волк это напоминаю всего что получается в результате что не нравится а я не понял одно из них первый файл а другой список всех файлов если вам нужно например указать что ваш ваша программа зависит от сишника и от хедера как вы спрашивали да и сишник нужно компилировать а хедер не нужно то надо использовать доллар кажется крышечка это первый файл а доллар меньше это все файлы которые у вас описаны вот здесь так слушайте чуть-чуть я туплю почему я проб не собирается все работал уже понятно я за я что-то неправильно сделать с правил ну-ка 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 вы хотите скажешь вот так вот дефолт вот это вот а все спасибо большое значит вот отлично отлично я сделал отличную ошибку ну как бы отличную ща 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 короче значит спасибо еще раз доброму человеку сокращенца речь идет о том что на самом деле у меня когда я говорю просто make у меня самая первая цель которую мы описали вот она она и выполняется ну да вот если мы их переставим и первая цель у нас будет все таки ол вот теперь все будет работать вот обратите внимание на то что после того как я перебил команду сборки у у меня компилятор начал запускаться вот так то есть то есть действительности здесь был описан шаблон как собирать файлы из .c в . о любые поэтому когда я пишу что у меня файл прок зависит от прок . о и фан . о то мэйк говорит слушайте ну у тебя же есть файл значит правила сборки вот сейчас я его соберу так в принципе никто не делает по крайней мере так не делать до тех пор пока вам не нужно вот здесь вот специализировать какие-то очень странные правила да вот когда вы сами по своим законам конструируете файл вот как я readme сконструировал то понятно да мы можем воспользоваться правилами по умолчанию в которых присутствуют такие штуки и перси флангс вот и в данном случае получится вот такое видите сифлах тут подставился поставился с каким-то пробелечками на фиг бы с ним кого это волнует вот и здесь мы опять обратились не к правилу по умолчанию который я написал тут а к правилу по умолчанию который которая нам вот вот здесь вот вылез вот вот да обратите внимание что мы могли еще бы подменять понятие компайл . си мы могли поменять понять комп аут вот общем который где-то там дальше тоже определен и вот если пытаться вот это все раскрыть в виде дерева вы увидите очень много разного ну вот где она определяется от компайл си вот пожалуйста компайл си определяется как запуск компилятора си си флакс пп флакс это флаги си процессора и еще то так где то структур и это все очень тоже открывается короче говоря вот эти правила по умолчанию они довольно сложные вот но на них можно надеяться когда вы редактировать и файл и значит например си флакс это флаги сборки си цисекс флакс от флаг флаг сборки си плюс плюс лд флаг сетфа флаги компилятора флаги компоновки а еще и сил длипс ну скажем какой математической библиотека и вот и кстати у нас сейчас будет ошибка то нет ничего заработала тут правда может быть тут правда может быть какой-нибудь синус массаж нас и да да в общем да то то что я пойду я же рассказываю какие-то очень простые вещи сланги они совершенно такие же да блин уберем уже этот литер вот смотрите видите вот этот минус и лим да это как раз означает что у нас что у нас лд липс где-то там внутри в правилах мэйка встречается либо вы сами пишите правило ну давайте ради интереса напишем правило такое которое шаблонная которая звездочка . текст и звездочка . только не звездочка процент . текст и процент . процент . процент . ну скажем дат какой-нибудь вот цвет все все дэйд на дэйд же оттуда туда вот да блин доллар таргет вот тороплюсь вот вам пожалуйста я написал даже какой-то какой-то генерат который умеет делать что-то из смотрите о нам нужен прог и txt файл txt файл делается из дат файла мы умеем делать ридми дат делать он вот так ну давайте попробуем только здесь вот еще звездочка а да что такое неверно завершенно сет дэд понятно не нас надо быть проще люди к вам потянут а значит что произошло мэйк наш построил дерево зависимости исходников нашего проекта от конечной цели он ну собственно первая цель в списке определил кого из кого надо делать и в частности определил ом что файл типа дат который нам нужен в результате вот этот вот их типы тексты делается из файла типа дат а файл типа дат изготавливается вручную вот таким способом а давайте еще раз да вызвал все команды которые нужны для того чтобы подпад делать это эту операцию то есть компилировал наши файлы слинковал их собрал изготовил файл ридми дат изготовил файл ридми тексты обращаю ваше внимание на одну примечательную вещь на то что в результате такой работы у вас наплодилась куча генератов эти генераты нужно удалять в частности клин мой может использоваться для ситуации когда генераты удаляются вот вот вы даже можете написать вот так как то так вот не забывайте что подстановка переменных в мэйке всегда через круглые скобочки ватс ну вот да что я значит что еще я могу успеть сказать за оставшиеся пять минут я видите слишком много этому посвятил давайте давайте я вот что сделаю давайте я попытаюсь не за пять но минут за 7-10 показать как взаимодействует с настоящим мэйк файл ему таким более-менее настоящим вас на примере вот такого проекта вот этот проект это эта игра консольная которая называется торнадо вот который заключается в том что игроки по очереди стремятся с помощью стихии разрушить дома друг друга управляя стихиями сейчас все увидим вот вот такой типичный маленький-маленький проект на оси обратите внимание все файлы лежат в текущем каталоге мэнси какой-то эрвин значит дрожь и все мэйк файл лежит в текущем каталоге готовый переводы лежат в по документация в док какие-то сценарии лежат в скрипт даже не знаю что там мне в общем не интересно какой-то установочный скрипт короче очень короткий очень маленький древний проект если мы скажем просто мэйк он скажет что какая-то ерунда и не сработает ошибка говорит давайте разбираться в чем вот такой типичный мэйк файл это довольно короткий мэйк файл обратите внимание в котором надо научиться научиться разбираться большая часть того что вам нам тут нужно но не используется вот и я знаю в чем проблема проблема стоит следующим смотрите во вот эта команда а оканчивается с ошибкой почему по одной простой причине в современных гцц по умолчанию включена опция которая называется из не дед неопределено то есть если бы написали не вот так вот а вот так вот сейчас покажу вот так вот то все мы было хорошо потому что мы бы сначала накопили неопределенные символы в этих объектниках потом бы попросили компоновщик наверное нам нужен им курсис для этого дела и вот пожалуйста торнадо у нас готов дырысь это значит я в него попал градом а он решил починить себя снегом окей придется заливать его дождем иначе снег не растает но и так дальше короче все работает ой вот вам при первый пример как я взаимодействовал с как я за как я взаимодействую с чужим мэйк файлом в котором я еще не взаимодействовал вот чем проблема лд флакс надо вообще переносить вот сюда а по-хорошему нам вообще не нужно ничего он и так заработает ну ну-ка нет не заработал а потому что потому что лд липс а я знаю почему потому что лд флакс да 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 по ряду библиотеку важно на канал становится черной магии это правда смотрите на самом деле понятно почему потому что этот чувак включил в неправильное место вылаз библиотеки надо сделать не так надо сделать вообще это убрать и это убрать он и так соберется вот единственное что надо сделать надо вот эту штуку крать в лд липс вот лд липс будет вызван после ну или нет дайте тогда не так сделаем вот так вот вот так вот и вот так вот вот он готов готовый торнадо значит мы должны были лд флаги вызвать в конце но по-хорошему если мы хотим вообще этим не пользоваться надо делать не так надо просто библиотеки вставить в перемену лд липс мы помним что она при раскрытии макроса будет самом конце и ты тогда все это вот все это будет заработать как на окей значит значит что еще тут интересного давайте по-быстрому попробуем превратить эту библиотеку просто быстро-быстро лип торнадо лип торнадо до точка а до точка а давайте прям вот собирать вот так вот по-быстрому я не буду даже переменные определяется да значит как сделать библиотеку библиотеку сделать просто ар по-моему ct нет вертые сейчас скажу как точно как сделать библиотеку у меня где-то тут написано было нет это это динамическое библиотеку я хочу статическую ща во рцс рцс совершенно справедливо да ну можно еще и вот вам пожалуйста список всех файлов да там был вот меньше это первый файл а нам нужно все запихивать сюда и давайте тогда сделаем что у нас торнадо торнадо точка а ну а состоит из чё там у нас main.o и этой самой библиотеки у вас ну и что там cc чё там main.o можно даже написать вот так вот минус l торнадо минус target пробуем значит обратите внимание что вот этот арк это просто архиватор обычный обычный архиватор мы просто складываем объект ники в архив все и и он оказывается библиотекой давайте пробуем мэйк торнадо а нам еще надо сказать чтобы это что лд флаг равняется минус л точка чтобы она искала библиотеки в текущем тем самым да а только не лд флаг сталь да да не здесь а вот здесь вот вот так вот вот заработало обратите внимание что произошло давайте сейчас еще сделаем клин сначала сначала нам построилось дерево зависимости собрались все объектники собралась из объектников библиотек и из текущей библиотеки торнадо которая только что сам собрал библиотеки инкурсис всяких пирожков собрался файл торнадо и он даже работает вот значит я уже выжил время но давайте я просто сделаю затравку на следующий раз как сделать объектную библиотеку объектную библиотеку сделать тоже достаточно просто сейчас покажу я тут статейку прочел она простая и вот надо вызвать все тот же cc только с некоторыми параметрами другими термаду да сделаем вот те то значит зря это дело я хотел сегодня про это рассказать побольше ну ладно посмотрим с минус шарец давайте мы даже вот это уберем потому что про сунейм я точно сегодня не расскажу а расскажу про него тогда в следующий раз да все то же самое вот обратите внимание что разницы нет просто библиотека будет зажаренный понятное дело что нам сначала надо сказать клин и торнадо б а ну да теперь нам вообще ничего не надо а и нас вывелась какая-то ошибка я собственно ради нее все это и затеял мы не можем собрать объектный файл потому что тут какая-то хрень перемещение чего-то нет бла 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 оказывается в разделяемую библиотеку нельзя положить просто так какой-то код этот код должен быть специальным образом откомпилирован возможно не очень эффективным для того чтобы вообще в принципе можно было класть в разделяем библиотеку вот в обычную библиотеку да это же просто архив кладем что угодно в разделяемую нет как нам сказала как так нам сказал компилятор вот давайте еще раз посмотрим что он сказал компилятор компилятор нам сказал что для того чтобы положить код в разделяем библиотеку он должен быть перекопилирован с параметрами fp то есть позиция independent код который может быть загружен в память в любое место не в конкретное место да вот когда мы берем бинарник с вставлены туда функции из библиотеки он попадает в какое-то конкретное место в произвольном ну что у нас есть цифлакс наверняка а если нету пускай будет вот теперь значит можно здесь кстати заменить на cc везде да и здесь тоже все я заканчиваю вот ну давайте попробуем да что ж такое цифлакс чуть и не нравится а он почему-то туда не вставился наверное да я то я дурак вот я не надо глазками искать надо сказать спасибо так торнадо работает торнадо б собирается но не работает почему он говорит я не нашел торнадо ли торнадо со как-то не нашел вот же он лежит а мало ли что он тут лежит мы должны явно указать в каком месте искать собранную нами динамическую библиотеку ну например вот так вот и вот тогда уже у нас заработает наш торнадо наконец-то такие дела значит я и так выжил много времени к сожалению я слишком много болтал в начале лекции и немножко заживался конец но смысл примерно такой значит собственно там спасибо собственно то ради чего затеялась сегодняшняя лекция первое мы их довольно сложная система то что перед вами это очень простой файл второе в мэйке много правил по умолчанию которым можно пользоваться а можно и не пользоваться да вот сейчас например мы не пользуемся вот да вот этими нилдо флакс нилдо липс а здесь пользуюсь третье не забывайте про тубуляции я обещал рассказать как если вы не хотите использовать тубуляции пишите здесь точку с запятой и продолжайте дальше вот значит видите букву к если видите шрифт с такой буквой к значит я его сам нарисовал вас входит в состав дистрибутивов ну и в репозитории сизиф называется по моему x term g вот этот шрифт рисовал я сам значит четвертое на самом деле вот тут самом начале лекции люди спрашивали расскажу ли я про то про другое про про третье мы их очень сложная штука возможно вам захочется воспользоваться чем-то другим и в домашнем задании будет такой вариант есть альтернативы мы ну и пятое что на самом деле не боги горшки обжигают посмотрите насколько несложно на самом-то деле изготавливать библиотеку собираться с библиотекой использовать библиотеку вот такие дела давайте мы в силу того что время я выжил всего перенесем диалог в чатик значит домашнее задание я сделаю за сегодня она будет как раз на многофайловую сборку с библиотекой но раз уж мы библиотеке прошли то походя зацепили вот а в следующий раз я скажу почему этого мы как категорически недостаточно и в чем там вопрос с эмейком и все вот это вот все значит если есть какие то вопросы у кого-то задавать их прямо сейчас вот если нет то тогда хватит уже мне распространяться и так уже час 40 говорю вот и в следующий раз тогда мы поговорим о профилировании проектов о адаптации проектов к сборочной среде всем спасибо